3 апреля состоялся разговор президента Владимира Путина и губернатора Александра Осипова. Сложно описать чувство возмущения, гражданской ярости и даже легкого шока. Это ужасно и неправильно, но мы как-то уже привыкли, что Осипов часто кривит душой в общении с забайкальцами и СМИ. Но чтобы так откровенно, не краснее, хоть и посредством видеосвязи, если не лгать, то вводить в заплуждение президента? Далее тезисы губернатора и суровая реальность, которую с Чайковского 8, видимо, просто не видно. За последние 5 лет рост по зарплатам за Байкалье составил в среднем 13%. За прошлый год рост составил 22%. Отмена районного коэффициента. Учителя в районах не могли дождаться выплат месяцами, даже после решения судов. Одна из основных задач – развитие экономики и привлечение инвестиций. За прошедшие 5 лет удалось увеличить ВРП в 1,7 раза. По этому показателю мы на седьмом месте в стране. За 5 лет создали 16 тысяч рабочих мест. По этому показателю занимаем пятое место в стране. Планируем создать еще 27 тысяч рабочих мест. Строим 3 индустриальных парка. Объем инвестиций – 20 миллиардов рублей. Забайкалье превращается в вахтовый поселок. Муниципальные предприятия не в состоянии найти кадры. Например, проблема отсутствия водителей отчетливо видна, если попробовать передвигаться на общественном транспорте. Рост цен на съемное жилье, опять же, из-за вахтовиков. Проблема не то, что не решается, даже не поднимается. Практически досрочно завершили программу по расселению из аварийного жилья. Тут и говорить нечего. Все и так прекрасно видно. Стоит отойти от гостевого маршрута города в межкварталку. Активно продвигается проект газификации Читы. Только и продвигается. Газовые трубы укладывают в землю без грунтовой подушки. Часть установленного оборудования в домах уже сняли обратно. Нет плана, нет тарифа, нет завода. Да и газификатор Неверов продал свою «Аврорагаз». Прошу посодействовать в открытии на территории края обширной сети заправок ГСМ от компании с государственным участием. Топливо в Забайкалье дороже, чем у соседей на 10-15%. Что правда, то правда. Но, зная нашего губернатора, ясно, что и тут кроется подвох. Просто мы о нем еще пока не знаем. Построили 10 новых школ. Это впервые такое произошло за последние 30 лет. Построили 74 детских сада. Сейчас в стадии строительства находятся 12 школ и детских садов. Концессионер Неверов стабильно не строит сады и школы. Хотя деньги получил. За что и был доставлен силовиками к следователю для допроса. Часть концессии уже передали в корпорацию развития. Как итог такого доклада президенту, просторы забайкальского интернета бушуют. «Что несет эта плакса?» «Описал параллельную вселенную». «Ему не до населения». «Что он несет? Ничего не строится. Все проварено». «Рассказал бы лучше про Неверова. Как он всех подставляет, как продал судостроительный завод». «Ему первый срок надо в Читинском централе». «В отчете только сладкая половина яблока. Рэп продолжается». Наврал, нарисовал цифры, сдал, как и недостроенную, школу Неверова. «В регионе четыре человека из пяти категорически недовольны губернатором. И это на всех уровнях. Рабочие, служащие, руководители, сама команда губернатора, правительство, силовики и так далее. Главное, что он угробил, это трудовой ресурс. В ведомствах некому работать. Руководители меняются, как перчатки, не успев приземлиться. Вылетают, как пробка из бутылки». «Знал бы он правду. Снял его». «А почему у нас рост ЖКХ тарифов? Больше всех по России». Осталось расшифровать единственное видео со встречи, которое есть в сети. «Вам удалось создать инвестиционно привлекательную экономику в Крае. Вот если так и будет дальше, а есть основания, как я уже сказал, думать, что так и будет, то и результаты появятся, и люди их увидят». Значит ли это, что Осипову согласовали выдвижение на выборах губернатора этой осенью? Утверждать не возьмемся. Но амбиции ему придется умерить, и роста карьеры до федерального уровня не будет. Если 6 лет назад для Осипова Забайкальский край предполагался трамплином в Москву или Владивосток, то в итоге его легендарная кадровая политика, больше напоминающая детскую игру со стульями, его безжалостный подход к ресурсам и природе края, его неспособность грамотно реализовать выделенные федеральные средства, привели к тому, что очередной срок на посту губернатора в Забайкальском крае – это шанс доказать, что он сможет все, если не исправить, то не доломать. Иначе он рискует пропасть с небосклона политических элит вообще. Все наши контакты с Щековского 8 и Бутина 39 в голос говорят – не быть Осипову губернатором, никто его не согласовывал. А вы будете голосовать за Осипова? Вячеслав Барнинский и Павел Шухляев. ЗАПТВ.